Финалист национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia, член молодежного совета Урая, она же педагог-организатор и советник директора школы по воспитанию. У Ирины Килипко регалий много, но главным достижением считает свою профессию учителя. Ведь она с детства мечтала нести здоровый образ жизни в массы, причем в родной альмаматор. После окончания вуза мечта исполнилась. Несмотря на молодость, девушка уже заслужила уважение более опытных коллег. Креатив, инициативность, смелость, амбициозность помогают Ирине Килипко делать каждый урок незабываемым. Кроме спорта, еще одна любовь – танцы. Учат разговаривать на языке тела и своих учеников. Каждый раз, когда мы готовимся к абсолютно любому мероприятию, то есть мы ставим и танцы, и песни, то есть направление теперь всегда со мной. В Каговыме новое поколение педагогов тоже делает ставку на образовательные эксперименты, новаторство и креатив. Илья Бахарев уверен, чтобы быть ближе к ученикам, надо разговаривать на их языке. По мнению учителя 10-й школы, именно язык творчества – самый международный. Наверное, стоит всегда и везде оставаться собой. И это все же идет из детства. Любые проблемы, позитив и негатив и так далее, идет из детства. Поэтому мне всегда хотелось видеть такого учителя перед собой. Благо они были, но их было не так много в нашей, в моей школе, в моей молодости. Поэтому я тем самым восполняю то, чего, наверное, мне самому не хватало. Вот такой вот будет ответ. В прошлом году Илья Бахарев стал победителем в муниципальном этапе «Учитель года». А в 2022-м планирует также громко заявить о себе в масштабах всей игры. А пока свободное время репетирует в созданной им же музыкальной группе с озвученным названием «Мама не против». Владислава Крылова из Лангипаса можно назвать одним из самых ярких педагогических дебютантов города за последние несколько лет. Он первый и пока единственный учитель младших классов в Лангипасе, что уже является настоящим эксклюзивом. Когда я учился в наших классах, мне понравилась работа моего учителя. Мне нравилось учить детей, давать им знания, быть для них, как я хотел стать некоторым отцом. И поэтому после завершения школы, 9 класса, я решил поступить на педагогический колледж и исполнить свою мечту детства. Может похвастаться весомыми успехами в профессии учитель информатики, робототехники из Покачей Андрей Скрылев. Благодаря инициативности и активности преподавателя в самом компактном городе Югры появилась платформа «Точка роста», где каждый поклонник искусственных интеллектов может принимать участие в различных престижных конкурсах. Все любят играть в конструктора, когда конструкторы можно оживить, запрограммировать, то есть сделать самостоятельно что-то новое. Но это всегда хорошо и всегда помогает развиваться как учителю, так и детям. То есть это интересно всегда, мне кажется, в любом возрасте. Герои нашего материала держат курс инноваторства, но вместе с этим признают без классического консерватизма. Образование в нашей стране никогда не стало бы таким сильным. Никита Рогозин, Николай Горкуша. Наши города.